Олег Сенцов делегат от улицы Николаевской, села Субсех. Дорожное покрытие на ней повреждено из-за земляных работ. В 2009 году под проезжей частью проложили канализационный коллектор. В 2016 газопровод высокого давления. По словам Олега Сенцова, жители трижды сами приобретали щебень. Однако этот ресурс исчерпан. Они считают, что восстанавливать нарушенное благоустройство – обязанность подрядчиков, которые заработали деньги на строительстве. Ни одного подрядчика даже к административной деятельности не привлекли за исполнение своих прямых обязательств по восстановлению дорожного покрытия. По словам главы города, опыт воздействия на нерадивых подрядчиков уже есть. Написать в поручении, заставить подрядчикам через суды восстановить все. Кто там, их двое работало, пусть приходят, смотрят, что они там по-наделу. Похожая история с проездом Родниковой. Жители трех многоквартирных домов пытаются обязать застройщика привести в порядок проезжую часть, разбитую строительной техникой. В дождь здесь в обычной обуви не пройти. Также необходим тротуар. Улицу надо привести в порядок. Первое, что надо сделать, закрыть проезд туда для этих миксеров высоких, сделать балку, чтобы туда не ездили. И привести в порядок дорогу. И мы его вызовем, и он нам расскажет, когда после того, когда он строил дома, когда там будет наведен порядок вокруг этих домов. Жительница станицы Анапская Евгения Горшунова с улицы Приморской жалуется на отсутствие уличного освещения. Рассказывает, как они с соседями встречают детей из школы. Звонят, мама, ты дома? Можешь меня встретить? Я по скальнику, по грязи этой бегу в темноте. Потому что от телефона фонарик не спасает. Помимо прочего, на Ереванской нет тротуара. На пересечении улиц Чехова, Мира и Ереванской, там, где должна быть пешеходная дорожка, здание. По словам Евгении Горшуновой, никто не может найти владельца объекта. Юрий Поляков поручил разобраться в ситуации. По словам главы муниципалитета, проблема с уличным освещением одна из болезненных и связана с массовой застройкой, в том числе частного сектора. Пока не появится возможность включить объект в целевую программу, необходимо продумать временный вариант. Напряжение необходимой мощности подведут на перекресток. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Михаил Попов. Анапа. Регион.